После столь блистательного выступления хора мутационников подтвердившего высокие квалификационные качества молодого преподавателя его авторитет стал стремительно расти а вместе с ним расширялся и круг его обязанностей и объем выполняемой им работы В 1979-1980 учебном году он в силу различных причин был вынужден взвалить на себя поистине чудовищную нагрузку руководить пятью хорами из двенадцати подготовительный хор первого-второго классов хор мальчиков третьего, шестого, седьмого классов хор юношей седьмого, восьмого классов главный смешанный хор и хор учителей области, очно-заочный от института усовершенствования учителей как признается Олег Митрофанович это было тяжелое время и он не справился бы сам если бы не его верные помощницы в прошлом ученицы по классу хорового дирижирования хормейстеры и концертмейстеры Попова Колесник Елена Стебакова Марина Аскольдовна Войнова Людмила Федоровна Афендикова Машенская Елена Юрьевна вклад которой он особенно ценил поскольку помимо сугубо творческой работы с хором надо было решать уйму организационно-технических и бытовых вопросов когда выезжающих для участия в спектаклях театра оперы и балета мальчишек и девчонок надо было не только отвезти и привезти но и гримировать переодевать в костюмы кормить, поить и так далее среди концертмейстеров Олег Митрофанович с особой теплотой вспоминает, к сожалению, рано ушедшую из жизни Татьяну Митрофановну Сафонову которую он называет «Моя верная, любимая, великий, лучший, прекрасный концертмейстер» выделяя ее особо он отмечал, что все произведения в ее виртуозном исполнении были неподражаемы и не раз говорил что Сафонова была наделена чрезвычайно редким талантом способностью так раскрывать всю палитру музыкальных и технических возможностей рояля что под ее пальцами он звучал так мощно и богато что, казалось, аккомпанирует не рояль а целый оркестр но самым любимым занятием для Олега Митрофановича в семидесятые и в начале восьмидесятых годов была работа со смешанным хором в котором, кстати, довелось петь мне и многим моим однокашникам которые учились вместе со мною в муспедучилище на одном курсе признаваясь в своей особой любви к смешанному хору Олег Митрофанович говорил богаче смешанного хора нет ничего полного по составу полновесного по качеству и составу голосов полагая, что даже орган уступает ставя хоровое искусство в мире музыки на почетное первое место Олег Митрофанович считает непревзойденной вершиной хорового пения русский казачий хор иммигрантов под управлением Жарова он утверждает, что ни фортепиано, ни баян ни даже оркестр или орган не нужны только мешали бы коллектив, созданный Жаровым по его мнению является ярчайшим свидетельством безграничных возможностей хорового пения вот посмотрите и послушайте небольшой фрагмент одного из выступлений этого хора записанного в 1955 году Novartko русский манка рев nog Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот фрагмент такого выступления смешанного хора на концерте в честь сорокалетия нашей школы Нет на свете Родины прекрасней От одни минуты и тела И другом царами опоряжем Чтобы вечно Родина И другом царами опоряжем Чтобы вечно Родина Стрела Стрела Аплодисменты Работа со смешанным хором Являлась для Олега Митрофановича Подлинной квинтэссенцией творчества Как дирижера хоровика Своеобразной Кульминационной вершиной С которой можно было Во всей полноте и мощи Выражать свои чувства Использовать накопленный опыт И проявлять во всем Многоцветий и разнообразии Грани собственного таланта и мастерства На занятиях Он выкладывался как мог Доводя себя до изнеможения По его воспоминаниям Порой после репетиции с хором Хоть рубашку выжимай Мокрую от пота И хотя во время этих занятий Многократно оттачивая каждый нюанс И доводя исполнение до автоматизма Добивался почти безукоризненного качества Все же каждый раз Выходя на сцену Волновался и переживал Как в первый раз Однако стоило прозвучать Первым звуком Как он забывал обо всем Погружаясь в волшебный мир Ожившей музыки Который по его признанию Он ощущал буквально На кончиках своих пальцев Незабываемо ощущение Подлинного катарсиса Необычайного душевного подъема В моменты, когда эмоции Буквально зашкаливали И наступали Неповторимые мгновения Чрезвычайного напряжения И внимания Только тот, кто переживал Такие моменты Кто испытывал Подобные чувства Знает на самом деле Что такое подлинное вдохновение Радость творчества И настоящее счастье мастера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова